Жители земель отгонного животноводства в Бубайуртовском районе написали письмо на имя Рамазана Абдулатипова с просьбой помочь в решении проблем, в их числе плохие дороги, газификация, проблемы здравоохранения, образования и многие другие. По поручению главы республики с жильцами на общем сходе встретился Алибек Алиев. Материал наших коллег. Откровенный разговор о наболевшем между жителями отгонных земель и уполномоченном главы республики Алибеком Алиевым состоялся в школьном актовом зале. Здесь же представители Дагавтадора, Министерство образования, здравоохранения, а также руководство района. Цель одна – выслушать людей и решить все их проблемы в максимально короткие сроки. Поручение такое от главы разобраться во всем, выслушать каждого, прийти к пониманию. О том, что проблемы, с которыми жители отгонных земель обратились на имя главы республики, вовсе не надуманы, уполномоченному Алибеку Алиеву стало ясно уже по дороге в село Шава. Точнее, по бездорожью протяженностью 20 километров. Поездка по ней для любого автовладельца может стать настоящим испытанием. И это в сухую погоду. В Распутицу жители ряда сел и вовсе предпочитают не выезжать, чтобы не рисковать своей жизнью. Дорожный вопрос стал, пожалуй, главным при обсуждении на общем сходе. Да, в сухую погоду, дождь, вот она становится, как машина, кто сюда уходит, переворачивается, вот на солнце, в случае так не было, и ехать, по этой дороге невозможно. Не от хорошей жизни к Микону приехали, не от хорошей жизни жалуемся. Люди возмущены халатным отношением дорожников, которые годами не уделяют никакого внимания состоянию дорог, пришедших в плачевное состояние. От безисходности люди уже сами пытаются чинить наиболее проблемные участки. Выравнивают грейдером, посыпают гравием, но их усилия сходят на нет после первых же осадков. Выход один – реконструкция и асфальтирование дороги. Представители Дагавтодора уверяют, вопрос под контролем и в следующем году, при условии полного финансирования, планируют разработать проектно-смертную документацию с последующей реконструкцией дороги. В планах 2016-2017 годов планируется выполнять ремонт и работе два этапа. Первый этап – ввод 5 километров, это в 2016 году. И второй этап – ввод 10 километров, значит в 2017 году. Это, по мнению полномочного главы республики, слишком долгосрочная перспектива, и жить в таких условиях годами жители прикутанных хозяйств не могут. Потому Дагавтодор совместно с субподрядными организациями должны принять совместные и срочные меры по решению затянувшейся проблемы. Я же не приехал до того, чтобы выслушать. Вот проектирование будет в 2015 году, на это проектирование тоже уйдет год. Начнутся работы в 2016 году, закончат в 2020 году. Глава республики такие ответы не принимает. Я еще раз говорю, пока отсюда не уехали, вы между собой элементарные первоначальные вещи, которые можно делать по сегодня, по этой дороге, вы определитесь, чтобы я дал предложение. Актуальная для всей республики проблема охвата малышей дошкольным образованием не обошла стороной и жителей отгонных хозяйств Умадинского района. Это, пожалуй, единственный район республики, где нет ни одного детского сада здесь на равнении. Говорить о строительстве дошкольных объектов с учетом нехватки финансирования пока не приходится. Тем не менее, согласно федеральному закону и майским указам президента, к 2016 году охват детей дошкольным образованием должен составить 100%. И потому уделить данному вопросу необходимо максимум внимания. Таково поручению полномоченного Министерства образования и руководству района. Одним из решений, по мнению Альбека Алиева, может и должно стать использование пустующих помещений. Не лучшим образом обстоит дело и со школами. На семь населенных пунктов всего две средние школы. Ученических мест катастрофически не хватает. Горячую дискуссию вызвал медицинский вопрос. Из-за отсутствия больницы людям приходится обращаться за помощью в Баба-Юрт или и того дальше в Хасавюрт. Даже на случай экстренной помощи здесь нет машины скорой помощи. Вопрос с транспортом нужно решать в срочном порядке. Обратился полномоченный к представителям Минздрава и руководству района. Как выяснилось в процессе обсуждения, отсутствие машины это еще не главная беда местного населения. В зале нашлось немало людей, которые столкнулись с настоящей преступной халатностью медработников в Баба-Юртовской больнице, которые отказываются принимать жителей отгонной зоны или требуют деньги за больничную койку. Сковорю, хотим, наверное, действовать 2 тысячи рублей. Сейчас хочешь, тебе место есть. Два раза они мне отказали. Идите, говорит, Хасавюрт, мы не можем вас принять. Я говорю, как, где вы нам что-то находите, вот туда идите. И мне рассказали, не приняли. По ихней вине я потеряла и ребенка. Эти возмутительные факты должны быть расследованы, а виновные наказаны, заметил Алибек Али в руководству Минздрава. Те, в свою очередь, обещали принять безотлагательные меры. Прикривать кого-то не надо. Начиная с меня, поставили для того, чтобы служить вам. И этих же врачей, и этих же главврачей, и эту же главу вашего села, все получают хорошие зарплаты. На общем сходе жители отгонных земель озвучили еще ряд наболевших проблем. Часы конструктивного диалога прошли как минуты, а участники остались довольны результатами схода. Алибек Алиев заверил людей, что в скором времени вернется к ним вновь и проверит исполнение принятых по итогам встреч и решений.